Девушки отдыхают 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 Как утверждают активисты, назвавшиеся членами организации «Традиции и порядок», когда чиновник подъехал к дому и увидел пикетчиков, сначала попытался наехать на них машиной. А вот что было потом. Как утверждает один из участников акции, который и снял видео, чиновник ни с того ни с сего начал стрелять и якобы напал на него. Кроме планшета никто не пострадал. На место конфликта тут же прибыли правоохранители. 12 активистов увезли в отделение для дачи показаний. Вот версия событий уже столичной полиции. Виник конфликт между активистами и посадовцем, который приехал автомобилем до своего домика и увидел там группу людей, которые прикрывали обличия. При этом выгукывали гасла и часть из них фарбой делали написания на паркане и обклеивали его плакатами. А сейчас мы имеем два криминальные проведения. За фактом хулиганских действий они распечатали, за фактом погрозы или насильства, чтобы государственного или общественного действия. А ранее под зданием НАБУ с фаерами и в Балаклавах эти же активисты требовали привлечь Бенедисюка к ответственности. Обвиняют его в сокрытии реальных доходов. Но сам чиновник уверяет, это месть со стороны уволенных им судей коррупционеров. Говорит, на пистолет все документы есть, а огонь открыл, потому что уже не раз получал угрозы расправы в адрес своей семьи. Группа неведомых меню осіб в количестве 10-15 человек в Балаклавах с фаерами погрожила меню особисто знищением моей семьи. Блокировала автомобиль, не давала его в свободном приезде по улице. Пошкодила его, пошкодила майно, а также погрожила знищением меня особисто физично. Всех задержанных уже отпустили. Не превысил ли судья меры самообороны и действительно ли ему угрожали? Теперь предстоит выяснить правоохранителям. Сейчас полиция изучает видео с камер наблюдения и обещает вскоре озвучить новые детали этого дела. Алексей Пшемыски, подробности, телеканал Интер. В Тернопольской области радикалы сегодня устроили акцию протеста против российских банков. Более сотни крепких парней в Балаклавах с флагами свободы национального корпуса и правого сектора пришли к зданию Сбербанка в центре города. С собой они принесли кирпичи и буквально замуровали вход в отделение. Стены разрисовали, а окна оклеили листовками. При этом участники акции свое мероприятие назвали просветительским. Дескать, таким образом хотели проинформировать людей о возможном прекращении работы банка. А в Бабьем Яру вандалы ночью облили краской памятник Елене Телиге. Об этом сообщил глава ОУН Богдан Червак на своей странице в Фейсбуке. По его словам, это элемент сценария по дестабилизации ситуации в стране. Через несколько часов после инцидента активисты очистили памятник. Монумент украинской поэтессе Елене Телиге на территории национального историка-мемориального заповедника Бабий Яр открыли месяц назад, 25 февраля. За минувшие сутки в зоне АТО ранены двое наших военных. В Луганской области боевики открыли танковый огонь вблизи Крымского. Также используют тяжелую артиллерию и минометы. На Донецком направлении наибольшее число вражеских обстрелов в районе Авдеевки и Песок, а на Мариупольском направлении рядом с Водяным. Как сообщили в штабе, в окрестностях Новотошковского боевики обстреливают позиции вооруженных сил Украины противотанковыми управляемыми ракетами. А вот недалеко от Зайцевого нашим военным удалось найти схрон с оружием, предназначавшийся для боевиков. Это гранаты, патроны и запалы российского производства. В Николаевской области сегодня стартовали масштабные учения по территориальной области. На одном полигоне собрались команды госслужащих и добровольцев со всех районов. Участники проходят теоретическое и практическое обучение. Упражняются в стрельбе, метании гранат и тактике боя. Во время второй фазы учений новоиспеченным бойцам придется отразить атаку диверсионной группы. Против чиновников будут сражаться опытные разведчики 79-й бригады. Их задача пробраться в лагерь и захватить так называемого языка. Одного из членов штаба с картой местности. В роли наживки заместитель губернатора, а руководит всем процессом, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко. Он сам добровольцем побывал во многих горячих точках АТО. Сегодняшнее учение проходит по его инициативе. Главная задача сформировать эффективные отряды территориальной обороны на местах. У нас на первый клич приехал сегодня к военкомату на 6 утра больше 100 человек было. Но, к сожалению, мы могли взять только 30. Людям нравится, мы это проводим и у себя в районе. По цеглиничке будуем нашу могутнюю армію, будуем наш могутний уже миколаевский загин, который может в любой час дать нам возможность защищать нас не хороше, чем с 9 бригадой легендарной, не хороше, чем с 36 бригадой, чем с 40 бригадой. Ранним утром в Харькове прогремел взрыв. В 4 часа утра в августонаселенном спальном районе Салтовки неизвестные бросили гранату в аптеку. К счастью, обошлось без пострадавших. В помещении выбиты стекла и повреждены стены. По предварительным данным взорвалась боевая граната РГД-5. Злоумышленников сейчас разыскивает полиция. Подводная эпопея закарпатских контрабандистов. Сегодня ночью снова задержали водолаза с приличной партией сигарет. Их вылавливают почти ежедневно. О тех, кто пытается переплыть границу с табаком, и как они попадаются в сети пограничников. Марина Коваль. В Закарпатье участились случаи водной контрабанды. За последний месяц задержали 8 водолазов-контрабандистов в Раховском районе. Здесь границы между Украиной и Румынией проходят по реке. Киса в этом месте не широкая и не очень глубокая. Водолазы-контрабандисты в основном крепкие мужчины. Нести на себе нелегальный груз тяжело. Одна упаковка, в которую помещается 500 пачек сигарет, весит примерно 50 килограмм. В Украине такая партия стоит около 8 тысяч гривен, а в Европе в 4 раза дороже. За перенесение одного ящика контрабандного тютюну, ну, судячи с того, что рассказывают сами затримані, вони мають від 1000 гривен до 3000 гривен на одному ящику сигарет, платят їм ті, хто безпосередньо організує цю протиправну діяльність на кордоні. Переправляють сигареты не только по воде. В пункте пропуска Солотвина на украинско-румынской границе у иностранца, который возвращался домой, обнаружили 200 пачек сигарет во всевозможных тайниках легковушки. Сверху под обшивкой машины, под передней панелью и в дверях. О пункте пропуска Шегини. Сегодня пытались переправить контрабандой сигареты на сотни тысяч гривен. Грузовик, за рулем которого был украинец, якобы вез в Польшу 22 мешка древесного угля. В каждом брикете нашли 4 пачки сигарет. Товаре машину изъяли. Марина Ковалев, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер. Как получить ствол в обход закона? В Кривом Роге в этом помогали полицейские. Накануне на взятке погорели двое. Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали капитана и старшего лейтенанта при получении 370 долларов. За эти деньги они обещали местному жителю помощь в получении травматического пистолета. Во время обыска у полицейских обнаружили большое количество готовых разрешительных документов на приобретение и хранение огнестрельного оружия, а также деньги 1000 долларов и 10 тысяч гривен. В многомиллионных махинациях подозревают сотрудников Департамента здравоохранения Ивано-Франковской обл. администрации. Чиновники закупили для больницы медицинское оборудование по существенно завышенным ценам. Кроме того, обеспечили победу в тендере нужной им фирме. Как уже установили исследователи, конкурсу компания «Победитель» была допущена незаконно. Украинские подписчики могут остаться без газет, а сами газеты и вовсе исчезнут. Если Укрпочта выполнит обещание и снова повысит тарифы на доставку периодики. Впрочем, в надсоюзе журналистов возмущены не только этим. Компания до сих пор не перечислила редакциям печатных СМИ деньги, полученные от граждан за подписку на 2017 год. Если будущее у периодики, узнавала Ирина Романова. Не успели редакции газет пережить подорожание подписки 2015? Как стало известно, Укрпочта собирается поднять тарифы на доставку газет еще примерно на 50%. Насколько точно, станет известно, когда Минюст одобрит приказ Мининфраструктуры. Главреды в ужасе говорят, теперь газеты можно спокойно закрывать. С 4 апреля должна быть объявлена официальная подписка на второе полугодие этого года. Но до сих пор ни Запорожская дирекция Укрпочты, ни тем более издатели, ну не только Запорожской области, а и всей Украины, не знают, по каким тарифам будет производиться доставка периодической печати. И самое главное, мы не можем объявить реальную цену, которую заплатит подписчик. И это уже не первый сюрприз от Укрпочты, отмечает главный редактор Запорожской газеты. До конца января она должна была перечислить печатным СМИ деньги за подписку 2017. Но многие ждут их до сих пор. Деньги собраны были еще до 25 декабря этого прошлого года. У нас есть обязательства перед типографиями, перед налоговыми службами, перед нашими партнерами. Мы задержали объективно платежи. Возросла себестоимость нашей деятельности. Из собранных около 500 миллионов уровень долга за подписную кампанию 2017 года, проведенную в 2016, менее 50 миллионов. То есть это 9%. Мы планируем с этими долгами рассчитаться в течение марта месяца. Тариф за доставку, по которому читатели оплачивали подписку 2017, не менялся уже два года, объясняет Укрпочте. В отличие от коммуналки, стоимости газа, электроэнергии и зарплаты. Поэтому предприятие просто вынуждено повысить тариф. Мы установили вместе с субминистерством уровень тарифа для районных газет на нулевом уровне рентабельности. Для областных газет на нулевом уровне рентабельности. И лишь для общегосударственных газет на уровне 9,8%. В результате очередного подорожания, посчитали в одной из райгазет, доставка с июля составит 135 гривен, а подписная цена 330. Это без админрасходов и коммуналки, жалуется главред. Чтобы покрыть еще и их, стоимость подписки одного экземпляра нужно поднимать до 400 гривен. Кто по такой цене будет подписываться на газету, непонятно. Мы в Национальной спелке журналистов Украины, загалом газетеры протестуемо против этого решения. Мы считаем, что фактически мова идет про сгортание простору, украинского медиа простору. Сегодня мы соберем тот подход, когда менеджеры Укрпошты на автомате намагаются действительно, возможно, какими-то там волевыми решениями врятовать свое предприятие, но нужно понимать, что это не какой-то отдельный и один из видов бизнеса, а это на сегодня большей мере, мы говорим, монополист. На Союзе журналистов требуют от Укрпошты экономически обосновать новые тарифы, чтобы редакциям было понятно, взяли их не с потолка. И готовят открытые письма к президенту, премьеру и спикеру с требованием вмешаться в ситуацию. Ирина Романова, Олег Решетняк, Сергей Бордюжа, подробности, телеканал Интер. А в Британии одна из бесплатных газет стала мегапопулярной благодаря новому сотруднику. Бывший министр финансов подался в редакторы. Чем продиктован его выбор? Увлечением журналистикой или все же политикой? Выясняла наш британский корреспондент Оксана Кундеренко. Раньше он был на первых полосах газет, а теперь будет сам решать, какие материалы туда помещать. Джордж Осборн, некогда правая рука экс-премьера Дэвида Кэмерона, экс-министр финансов, а нынче депутат, получил новую должность. Теперь он главный редактор Evening Standard. Я очень взволнован и рад стать новым главным редактором Evening Standard. Столько всего важного происходит в наше время. Необходимо доносить до аудитории хороший анализ и важные новости. Успешный политик, который сделал карьеру в партии консерваторов, прошагав все этажи от консультанта до министра, не имеет никакого журналистского опыта. Но, видимо, всегда мечтал. Еще с молодости. Теперь он в ответе за весьма читаемое лондонское издание. Evening Standard. Газета ежедневная и бесплатная. Ее выкладывают вот в такие лотки у метро во второй половине дня, и каждый желающий может взять себе экземпляр по пути домой с работы. Так что аудитория приличная. Еще один интересный факт. Владелец издательского дома – российский миллиардер Евгений Лебедев. Он выразил гордость за нового сотрудника. Таким образом мы пытаемся увеличить читаемость. Конечно, есть опасения, что аудитория сокращается. Люди читают все меньше газет. Но я все равно верю в их будущее. И влияние на электорат. Так ли независимые издания Лебедева? Официально собственники не влияют на редакционную политику, но задают определенный тон своим медиам. Я сначала подумал, что это назначение – шутка. Почему он за это взялся? Явно не ради денег. Он и так прилично зарабатывает. Могу только предположить, что Осборн превратит Standard в альтернативную площадку для критики кабинета Терезы Мэй. И если у нее дела пойдут плохо, будет атаковать ее на страницах. После распуска кабинета Кэмерона в команду Мэй Осборна не позвали. Он остался депутатом, читал лекции за неплохие гонорары и консультировал крупные инвестиционные компании. Общество даже возмутилось, когда начало подсчитывать прибыли слуги народа, который совмещает должности. Это просто купание в роскоши, но это абсурд. Это человек, депутат и консультант в банке. И редактор Evening Standard. Сколько еще должностей ему надо? Он, конечно, умен и полон сил, но, кажется, сел на слишком много стульев одновременно. Другой вопрос – будет ли Осборн успевать все на свете? Утром газету редактировать, в обед голосовать, а вечером на свой избирательный округ ездить? Я недоволен, совсем недоволен, как избиратель его округа. Наверняка его больше интересуют деньги, чем забота о гражданах. Похоже, депутат-редактор, который давно не появлялся в своем маленьком округе, не утратил больших политических амбиций и с помощью новой работы пытается вернуть себе лидерство на британском Олимпе. Оксана Кундеренко, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер. Стрельба в аэропорту под Парижем. Неизвестный напал на женщину-солдата и пытался отобрать у нее оружие. Потом пытался сбежать, но коллеги военной убили нападавшего. Подробности узнаем у нашего корреспондента Елены Абрамович. Елена, расскажи, что тебе известно? Татьяна, аэропорт Орли находится в 15 километрах от Парижа. Для того, чтобы выяснить, что же случилось и обеспечить безопасность, туда направили более 450 сотрудников правоохранительных органов. С аэропорта эвакуировали около 3000 человек. Западный терминал уже возобновил работу, а южный, где и произошло нападение, закрыт до завершения предварительного следствия. Нападение случилось этим утром. По словам очевидцев, мужчина атаковал женщину в военной форме и пытался забрать у нее оружие. Он держал ее за шею и в то же время схватил за руку и за ее оружие. Когда мы это увидели, поняли, что все серьезно. Убежали вниз по ступенькам, а потом услышали два выстрела. Мы услышали выстрелы, но сначала не поняли, что это. Подумали, наверное, что-то упало на пол. Но потом услышали 3-4 выстрела и решили это нападение. После того от всего менеджмента начали поступать сообщения. Убегать. Появилась полиция, началась паника. Все толкались и падали. Отобрать ружье злоумышленнику не удалось. Это уточнил министр внутренних дел Франции. По его словам, нападающий пытался спрятаться в ближайшем магазине, но военные его догнали и застрелили. Известно, что преступнику 39 лет. И этим утром в пригороде Парижа с его участием случилось еще три инцидента. Мужчина был замечен в ВИТ-3. Он угнал автомобиль и угрожал сотрудникам бара. Он также имеет отношение к инциденту во время контроля Гаржлиганес в 6.15 утра. Во время проверки что-то пошло не так. И он открыл огонь по полицейским. Один из стражей порядка получил легкие ранения. Сейчас следствие выясняет, была ли это попытка теракта. К слову, военный патруль в аэропортах и многих других общественных местах в последние полтора года во Франции это уже обычная картина. Со времен теракта в Париже это ноябрь 2015 года. И до сих пор там повышенный уровень безопасности. Тогда, напомню, погибли 130 человек. А прошлым летом в Ницце на набережной грузовик врезался в толпу. Погибли 86 людей. Татьяна. Спасибо, Елена. Это была наша корреспондентка Елена Абрамович. Чуть больше месяца до выбора во Франции. Как стало известно, 11 кандидатов поборются за президентский пост. Именно столько политиков собрали 500 подписей депутатов. Нужное количество для участия в первом туре голосования 23 апреля. Об этом заявил председатель Конституционного света Франции Лоран Фабиус. По результатам последнего опроса компании Ипсос, наиболее вероятным победителем является бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон. В Нью-Йорке украли ноутбук сотрудника секретной службы США. Ведомство отвечает за личную безопасность президента Дональда Трампа. Девайс вытащили из салона машины. Полиция нашла пустую сумку от ноутбука в нескольких кварталах от места преступления. В компьютере находилась конфиденциальная информация о Трамп Тауэр, личной резиденции президента. В секретной службе США заявили, все данные на лэптопе защищены надежной системой безопасности. Все полностью зашифровано. Туры на батискафах к затонувшему Титанику, Андромеда Гюстара Дена на парижском акционе и почему изобретатель левитирующей доски намерен покинуть Францию. Об этом и не только смотрите далее в нашем обзоре. Туристы на подводной лодке смогут спуститься к обломкам Титаника. Британская турфирма организует уникальное путешествие в мае 2018-го. Тур к затонувшему лайнеру продлится 8 дней, а его стоимость составит 105 тысяч долларов на человека. Стартует из города Сент-Джонс, канадской провинции Ньюфаунленд и Лабрадор. Оттуда туристическую группу на вертолете доставят на борт научно-исследовательского судна, которое находится над местом крушения корабля на севере Атлантического океана. Само погружение будет осуществляться на подводной лодке вместимостью 9 человек. В центре Лос-Анджелеса торжественно встретили иранский Новый год и при этом помогли бездомным. Более двух тысяч гостей накормили традиционными блюдами – пахлавой и миндальными бисквитами. Праздник Навруз, иранский Новый год, знаменует начало весны. Перед ним, по древнему обычаю, нужно покаяться в грехах, примириться с недругами, простить долги и помочь бедным. В Сьерра-Леоне христианский пастор откопал один из крупнейших алмазов в мире. Масса драгоценной находки – 709 карат. Это самая большая находка в стране за последние 50 лет. Драгоценный камень передали президенту страны. Тот, в свою очередь, поблагодарил пастора за то, что алмаз не вывезли за границу и пообещал владельцам прииска щедрое вознаграждение. Скульптуру Андромеда французского скульптора Агюста Родена выставили на аукционе в Париже. Организаторы рассчитывают выручить за шедевр знаменитого автора от 800 тысяч до миллиона евро. Из Ваянии почти 130 лет находилось в частном владении. Историкам было известно о существовании скульптуры, однако они потеряли ее след много лет назад. И лишь в 2017-м Андромеду случайно обнаружили в Испании во время рутинной инвентаризации. Изобретателю летающей доски обрубили крылья. Создателю хаверборда Фрэнке Запате запретили полеты на устройстве на территории Франции. По словам Фрэнке, представители воздушной жандармерии пригрозили ему административной ответственностью за примещение на своей левитирующей доске. Мол, полеты эти небезопасны и нарушают общественный порядок. Запата объявил, что ему придется покинуть Францию для продолжения разработок аппарата на реактивном двигателе. На Филиппинах прошел забег для собак и хозяев. На этот раз в Маниле собрались около тысячи человек и столько же четвероногих спортсменов. Бежали и маленькие чихуахуа и огромные волкодавы. По словам организаторов, это отличная возможность еще больше подружиться со своими собаками. Победители получили подарки – корм для своих питомцев и средства по уходу за животными. Наш эфир заканчивается уже завтра в 20.00. Не пропустите подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот о чем пойдет речь в программе. Мы блокаду победим блокадой. Почему власть сделала то, что нещадно критиковала два месяца? От героя до антигероя – один дебош. Чем обернуться для нардепа Поросюка его ночные разборки с полицией? Еще не лопнули, но уже надколоты. Сколько банков с иностранным капиталом оказались в подвешенном состоянии? И чего ждать вкладчикам? Паспорт – не роскошь, а средства передвижения. Что делать с миллионами украинцев, достающими из штанин по нескольку иностранных документов? И как наказывать чиновников, живущих на несколько государств? На этом все. Больше свежей информации на нашем сайте. Подробности Юэй, хорошего настроения и приятного субботнего вечера. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok